Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с новостями Армении и Азербайджана. После того, как Азербайджан установил КПП на дороге Лачин-Ханькинди, в армянском издании начались истерики. Здесь такие статьи. Стали обвинять Россию о невыполнении обязательств. Сейчас ознакомлю, что здесь пишут, армянское издание. МИД Армении призвал Российскую Федерацию выполнять обязательства и устранить блокировку Лачинского коридора. Все, говорю, скандал, паника, что делать, заблокировано, не заехать, не приехать, не вывезти, не привезти, не боеприпасы, не мины. У российских миротворцев кончился бизнес, сейчас все под контролем Азербайджана будет. Я говорю, сейчас там в армянском издании, сейчас еще вот здесь продолжение вам расскажу, что началась полная истерика. МИД Армении призвал Россию устранить блокирование Лачинской дороги, обеспечить вывод армянских сил из его зоны безопасности. Ведомство отметило, что 23 апреля власти Азербайджана, грубо нарушив пункт 6 трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года, уже официально перекрыло Чинский коридор, предприняв шаги по установке КПП в зоне ответственности российских миротворцев. Этот шаг, предпринятый сегодня вооруженным силам Азербайджана, нельзя рассматривать даже как очередную провокацию Азербайджана. Это действительно опиющее нарушение одного из основополагающих положений трехстороннего заявления о 9 ноября 2020 года, направленное на последовательное проведение политики по осуществлению этнических чисток и полному изданию армянского населения из Карабаха, говорится в заявлении. Так, и вот что здесь пишут. Республика Армения, как сторона трехстороннего заявления 9 ноября, считает неприемлемым и решительно осуждает установку Азербайджаном, в связи с незаконного КПП на Лачинской дороге. Как и другие аналогичные действия, проводящиеся до этого Азербайджаном, они в сочетании с непрекращающей армянофобской и угрожающей риторикой направлены на срыв переговоров по документу об урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном. И вот теперь МИД Армении призвал Россию наконец-то выполнить свои обязательства, принятые по шестому пункту трехстороннего заявления, устранить незаконное блокирование коридора и обеспечить вывод азербайджанских сил со всей зоны безопасности Лачинской дороги или коридора. Ведомство также призвало государства, членов ООН, наделенные мандатами международной безопасности, четко зафиксировать действия Азербайджана, подрывающие оригинальную безопасность, и предпринять активные шаги по безусловному выполнению решения высшей международной судебной станции. И говорю, настоящая истерия. Вот Ильхам Алиев дал приказ сделать КПП, а теперь все, в Армении все кипит. Уже там сейчас эти их политологи начали высказывать, что это, как это, чем это кончится для Армении и Азербайджана. И вот один из них тут, Грант Мелик Шахназарян, заявляет. Ильхам Алиев совершил роковую ошибку. Не знаю. Ильхам Алиев действует по своему плану. Все как положено. Никаких ошибок никто не совершал. Вот сейчас ознакомлю, что здесь пишут. Установка Азербайджаном КПП на так называемом Лачинском коридоре является роковой ошибкой Алиева. Азербайджан нарушил договоренности и рано или поздно ответит за этот поступок. Об этом заявил Грант Мелик Шахназарян. Никто не примет самоуправство Алиева. Никто не простит ему его одержимость ставить выше себя, выше всех и всего остального. Примечательно, что президент Азербайджана долго шел к этой ошибке. В первые месяцы после 40-х дневной войны ему еще удавалось проявлять некоторое совобладание. Однако его тщеславие и распространенная среди многих людей привычка верить в собственную ложь стали бедствием для Алиева. И он потерял связь с реальностью. Не знаю, что-то Шахназарян, уже армяне, говорю, у них все кипит там. Уже там ролик видел, они уже стали жечь флаги Азербайджана и Турции. Видите, они уже ненависть к лихам Алиева стараются оскорбить. Неграма, не сомневаясь в том, что Азербайджан ждут тяжелые дни. Но сказанное вовсе не значит, что для Армении и Карабаха все будет хорошо. Мы должны бороться за наше благополучие. А как вы будете бороться, если сейчас там стоит КПП? И армянам, можно сказать, на прямом смысле перекрыли кислород. Уже поздно бороться. Все, что будет проезжать, что будет выезжать, все будет проверяться. Все документы, кто приехал, кто заехал. Никакие варданяны, там еще аратюняны. Все, сразу КПП, паспорт, арест и в каталажку в шушу. Все. И тем более боеприпасы, мины, все эти вооружения, этих боевиков сирийских там понавезли. Иранских там всяких, 10 тысяч. Все под контролем. Как они оттуда выберутся сейчас у меня с корыльями? Правильно, вот Ильхам Алиев все сделал. Так. И вот он говорит, что типа они не знают, как будет все сложиться для Армении и Карабаха. Мы должны бороться за наше благополучие. Начиная с сегодняшнего дня, эта борьба отныне исключает возможность решить какую-либо проблему без войны. По крайней мере, установленный азербайджанским КПП должен быть ликвидирован, хочет. Ага. Другого варианта просто нет. В общем, вот такая статья. Но когда говорит этот шахнозарян, что это может плохо обернуться для нас, я вовсе не имею в виду войну. Напротив, война, основание, для которой Алиев так бережно представил нам, является единственным шансом для Армении и Карабаха. Реальная трагедия произойдет, если мы откажемся от войны. Так они хотят воевать уже. В этом случае вместе, вместо становления утерянного, мы потеряем и то, что имеем. Вместе с азербайджаном достанемся кому-то другому. В общем, поскольку существуют вещи гораздо хуже поражения в войне, это капитуляция. А, они не хотят капитулировать, типа. В общем, будут воевать они до последнего карабахского армянина. Но его отпускай сам шахнозарян берет автомат и идет туда воевать. И посмотрим, чем для него закончатся эти военные действия. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.